Слава Богу за то, что мы можем быть сегодня в церкви, в Доме Божьем, слышать Его Слово. Знаете, я не устаю повторять это. Это огромная честь и привилегия. Быть в Доме Божьем и слышать Его Слово. И моя проповедь, она сегодня называется «Выйти сухим из воды». Выйти сухим из воды. Знаете, само словосочетание «Выйти сухим из воды» кажется невероятным, невозможным. Как это попасть в воду и выйти оттуда сухим. Но я хочу сегодня начать с того, что хочу сказать. Наш Бог тоже невероятный. Наш Бог сверхъестественный. Поэтому Он творит сверхъестественные дела. Я буду читать из Евангелия от Марка, 4 главы, с 35 стиха. Вечером того дня сказал им «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли Его с собой, как Он был в лодке. С Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А Он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, Он запретил ветру и сказал морю «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему?» Знаете, я думаю, вы, не раз читая эту историю, обращали внимание на то, что Иисус спит во время шторма. Он спит, казалось бы, в обстоятельствах, в которых заснуть невозможно. Качает, бросает. Почему спал Иисус? Я в очередной раз задал себе этот вопрос. И знаете, готовясь к этой проповеди, я узнал один интересный факт. Не знаю, может быть, вы его знали, я его до этого не знал. Во время шторма, когда корабль попадает в шторм, есть такое понятие, и оно самое опасное вообще в мореходном деле. Оно называется резонансная качка. Это когда амплитуда колебания самого корабля, груза на корабле, совпадает с амплитудой колебания волн. И вот тогда начинается разрушение корабля. Корабль может просто разрушиться в воде. Когда внутри, на корабле, все расшатывается настолько, и оно входит в резонанс с происходящим вокруг, это может привести к самым большим разрушениям. И знаете, я понял, когда прочитал этот интересный факт, я понял, то, что происходило снаружи, никак не задевало Иисуса внутри. Я в очередной раз понял, почему Иисус был спокоен, когда стоял у Пилата. Почему Иисус был спокоен, когда за ним пришли в Евсимании. Он был спокоен, потому что то, что происходило снаружи, никак не беспокоило его и не задевало изнутри. И знаете, я подумал, а на чем же должно основываться это спокойствие внутри нас? Ведь как важно, мы не можем избежать штормов, мы не можем избежать каких-то трудностей в жизни, мы не можем обойти их стороной. Очень часто бывает так, что от нас в этот момент ничего не зависит. И что внутри нас, откуда внутри нас должно появиться это спокойствие? И первый пункт моей проповеди, он называется «Верь так, как будто шторма нету». Знаете, я подумал, в бушующем океане, вот события, которые происходят, может быть, прямо сейчас они в вашей жизни происходят, в нашей жизни должна быть какая-то постоянная величина, неизменная величина, опираясь и глядя на которую, руководствуясь которой, мы можем принимать взвешенные решения, мы можем не беспокоиться о происходящем. И этой величиной, на мой взгляд, является вера. Знаете, что такое верить в шторме? Я вот подумал, что такое верить в шторме? Верить в шторме – это увидеть себя уже на другом берегу. Верить в шторме – это увидеть себя там, где шторма уже нету, где он уже закончился. Знаете, вера – это такой, в нашей жизни, это такой компас, когда другие ориентиры потеряны, остается вера. Знаете, моряки, они ориентируются по звездам, по луне, так вот бывает так, что ничего не видно. Никаких других ориентиров, кроме компаса, не остается. Так вот, вера – это компас, который поможет найти выход, когда остальные все ориентиры потеряны. И знаете, я, можно задать, ну почему вера? Вера, знаете, потому что вера, она основывается не на происходящем. Вера основывается не на прошлом. Вера основывается не на том, что будет сейчас. Вера основывается на величии Бога. Если я верю в великого Бога, который здесь написано, великая буря за один момент превратилась в великую тишину. Великая буря от одного слова Бога превратилась в великую тишину. И знаете, я вот еще раз, перечитывая эту историю, подумал, почему так расшаталась вера учеников? Ведь они все вместе только что были на проповеди. Только что Иисус проповедовал. И они, наверное, кричали «Аминь». И они, наверное, делились откровениями. Они, наверное, поднимали руки, когда Иисус кормил людей и говорили, «Иисус, мы так доверяем Тебе, Ты такие чудеса творишь». Но пришел шторм, и они испугались. Я подумал, почему? Знаете, ученики, как и многие из нас, слишком много времени и слишком много усилий потратили на оценку происходящего, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении. И часто в нашей жизни так бывает. Мы оцениваем происходящее. Вот лодка уже наполняется водою. Кажется, уже вот конец близко. Сейчас все, мы все утонем. Но мы забываем, что с нами в лодке тот же Иисус, который был с нами на берегу. С нами тот же Иисус, который сегодня во время проповеди вдохновляет твое сердце. И когда мы попадаем в шторм, нам надо не оценивать происходящее, а оценивать возможности Бога в этом шторме. Мы оцениваем возможности происходящего. Возможно, сейчас в вашей жизни происходит то, что может вас утопить. Но я хочу сегодня сказать важную вещь. Возможности Бога сегодня больше. Он может превратить великую бурю в великую тишину. Вы даже можете повернуться к соседу и сказать, шторм скоро утихнет. Так будет не всегда. Я вам приведу пример. Знаете, я уже много раз, не раз свидетельствовал о том, что моя прошлая жизнь до прихода к Богу, она была такая сложная, наполненная приключений разных. Я был в зависимости много лет, и в связи с этим было много разных приключений. И как у любого человека, бывшего в зависимости, у меня были проблемы с законом. И вот уже прошло где-то, наверное, лет 5-6, после того, как я был уже с Господом, уже я в лодке, уже аминь знаю, уже уверен в Боге моем. И решили мы с женой сделать загранпаспорта себе. Пошел я, сдал документы, по истечении срока, где-то там месяц или сколько-то, прихожу получать паспорт, и мне говорят, а мы паспорт вам не можем дать, вы знаете, что вы уже 6 лет в розыске находитесь. Я думаю, да как так? Ну, в смысле? И знаете, меня начал охватывать такой страх, а что будет дальше? Вот тут лодка начинает наполняться водой, что будет дальше? А вдруг сейчас будут последствия, а вдруг это сейчас серьезные какие-то проблемы? И я начал настолько за это переживать, настолько об этом бояться. Забегу вперед и скажу, чтобы все закончилось хорошо. Там была путаница с документами. Ну, в общем, но я верю, что в этом всем была рука Божья. И знаете, я тогда получил для себя откровение. Мой страх и моя вера имеют под собой основание. Мой страх основывается на том, что происходит со мной сейчас, то есть на временном. Что бы ни происходило с вами сейчас, это прекратится. А моя вера основывается на величии вечного Бога. И я хочу задать этот вопрос, который мне бы хотелось задать ученикам. если я доверял Богу на берегу, почему я вдруг перестал доверять Ему в шторме? Если я так доверял Ему, когда у меня все было хорошо и видел Божью руку в своей жизни, я говорил, да, Бог со мною рядом, почему вдруг, когда заштормило, я перестал доверять Ему? Я хочу поделиться очень важным откровением. Если в твое сердце будет наполнено верой, в нем просто не будет места для страха. В нем не останется места страху. Верой, основанной на величии вечного Бога, который и в шторме с тобою, и на берегу с тобою. И, знаете, второй пункт, он будет называться «Оставайся в лодке». Это уже такая практическая часть. Верить – это что-то мое личное. Вера, она помогает не поколебать меня изнутри, но как я должен вести себя практически? Знаете, я не знаю, знаете вы или нет, я просто готовясь к этой проповеди, поскольку тут речь идет о шторме, о моряках, начал перечитывать разные там всякие факты о кораблекрушениях, почему они происходили, почему много людей гибло в этих кораблекрушениях. И вот самое известное кораблекрушение, о котором мы все знаем, это «Титаник». Он затонул в северной части Атлантического океана. И вот я не знаю, я до этого, например, как-то не знал этого, может, не обращал внимания на это. Самое большое количество людей при крушении «Титаника» погибло не в момент столкновения, не в момент затопления корабля. Самое большое количество людей погибло, выпрыгнув с корабля. Им казалось, решение проблемы находится где-то там за бортом. И я хочу сегодня сказать самое важное в моменты шторма удержаться в лодке под названием «Церковь». Послушайте, самое безопасное время и самое безопасное место во время шторма – это церковь. Это твоя домашняя церковь. Это твоя поместная церковь. И очень часто я сталкивался множество раз с этим, когда люди в моменты испытаний, в моменты трудностей оставляли церковь и сами себе думали. Про меня все забыли. А между тем они сами выпрыгнули из лодки. Добровольно выпрыгнули из лодки и остались за бортом. Знаете, я вот читая эту историю, так подробно углубляясь в нее, обратил внимание на один факт, на который я раньше не обращал внимания. История начинается с того, с 35 стиха, что сам Иисус приглашает учеников в лодку. Это Он позвал их в лодку. У меня возник вопрос. Ну, разве Иисус не знал, что будет шторм? Разве Иисус не мог этого предвидеть? Разве нельзя было переждать на берегу? Ну, шторм утихнет, перейдем себе дальше и пойдем. Но я получил очень важное откровение, когда прочитал это место из Писания в оригинале, в переводе с оригинала. Так вот, слово, то, что говорит Иисус, переправимся на ту сторону. Слово переправимся с оригинала переводится как проходить и идти насквозь. И я понял одну очень важную вещь. Иисусу было важно не переждать эту бурю. Иисусу было важно пройти сквозь эту бурю вместе со своими учениками и чтобы они прошли эту бурю вместе с друг другом. Побыли вместе не только на проповеди, не только покричали Аминь, не только поделились откровениями, а побыли вместе и прошли вместе сквозь эту бурю. Научились доверять Богу и научились доверять друг другу не только в моменты, когда все хорошо, а и в моменты испытаний и трудностей научились просто быть вместе. научились не покидать лодку. Знаете, проблема очень часто мы покидаем лодку, потому что думаем, что решения внутри нет. Решение где-то там снаружи, а внутри его нет. Знаете, проблема вся в том, что не Иисуса нет рядом с нами. Мы просто за всеми трудностями и переживаниями перестаем его замечать рядом с собой. Мы смотрим на воду, которая наполняет эту лодку и перестаем смотреть на Иисуса. И последний пункт моей проповеди он называется «Лучшее впереди». Знаете, меня так в этой истории очень сильно удивило, не знаю, удивляло ли это вас когда-то, вот эти последние стихи, последние слова в этой истории апостолов, учеников еще. После того, как Иисус совершил это чудо, Он остановил двумя словами эту бурю «Умолкни, перестань» и все, буря прекратилась. При том, что здесь написано была «Великая буря» и после этого наступила сразу же «Великая тишина». Ученики задают вопрос «Кто же сей, что может бури, что и ветры повинуются Ему?» и я думаю «Подожди, а что вы задаете этот вопрос? Ну вы же только что были свидетелями множества чудес, которые Иисус говорил, вы его называли Господом. Почему сейчас, откуда вообще сейчас этот вопрос у вас возник? Кто же сей? И знаете, я думаю, что это был вопрос не сомнения, это был вопрос огромного удивления и восхищения Богом. Это был вопрос восхищения Богом. Знаете, буквально, вот, я не приводил этот пример на первом потоке, буквально вчера мне довелось одного из наших ребят здесь на сцене венчать, и я, знаете, глядя на него и глядя на других ребят, я же помню, как они все приходили, я помню, как они приходили, как мы их приводили в порядок, скажем так. И знаете, в очередной раз и глядя на такие свидетельства, хочу воскликнуть, да кто же ты? Да кто же ты, Бог? Знаете, я знаю, что если мы останемся в лодке и продолжим доверять Иисусу, когда буря пройдет, ты воскликнешь, да кто же ты, Бог? Ты совершил, ты сделал так, как я даже не мечтал. Музыкант, можете пройти на сцену, Иисус, переплывая на ту сторону с учениками, готовил очень много чудес. На той стороне, на том берегу было очень много чудес. И я хочу вам сегодня сказать, для каждого из нас Бог приготовил очень много чудес. Нам просто нужно продолжить доверять Ему. Не выходить из лодки, ни под каким предлогом. Даже если тебе кажется, что она уже по пояс наполнена водой и выхода нет. Он все равно рядом с тобой. Он все равно в этой лодке. Просто научись доверять Ему. Он не подведет. Знаете, мы сегодня эту песню пели. Иисус, я доверяю. Давайте мы сейчас поднимемся. может быть вы сегодня проходите какие-то трудности, переживания, может быть вас так штормит, что вам кажется ни звезд не светил никаких небесных, ничего уже не видно. Продолжайте верить. просто посмотрите на этот компас под названием вера. Продолжайте верить. Может вы настолько усомнились, что в вашем сердце, в ваших мыслях уже приходят сомнения какие-то. А придет ли Бог? Ученики тоже кричали эти слова тебе что нет дела до нас? ни в коем случае не примите решение выпрыгнуть за борт. Оставайтесь в лодке. Давайте мы сейчас помолимся. Просто скажем Богу эти слова. Иисус, я доверяю тебе. Господь, мы так благодарны тебе за то, что ты, Боже, призвал нас в это судно под названием церковь. Мы так благодарны тебе за то, что ты сел с нами в эту лодку и мы можем плыть в ней, Боже, вместе с тобой. Господь, мы знаем, что бы ни происходило сейчас вокруг нас, Боже, мы доверяем тебе и мы знаем, ты не подведешь нас. Господь, мы знаем достаточно одного твоего слова, чтобы великая буря, она превратилась в великую тишину. И мы сегодня говорим, несмотря ни на что, несмотря на то, что мы видим своими глазами, несмотря на то, что мы чувствуем, несмотря на то, что мы проходим, мы доверяем тебе. Господь, мы благодарны за то, что мы можем быть частью твоей церкви, за то, что мы можем быть частью самого безопасного места на земле. Боже, и мы говорим сегодня, мы верим тебе, мы верим тебе, мы доверяем тебе нашу жизнь. Отец, и мы приносим перед тобой эти нужды, наши заботы, наши переживания, мы приносим перед тобой. Отец, и мы молим и просим тебя, восполни всякую нужду по богатству славы своей во Христе Иисусе. Пусть всякая нужда, всякий шторм, который записан в этих записках, он превратится в великую тишину. Я благословляю семьи Божьи, которые сейчас проходят трудности. Я благословляю людей, которые проходят какие-то трудности со здоровьем во имя Иисуса Христа. Я благословляю людей, которые ищут свободы. Пусть сегодня, Боже, придет эта свобода. Отец, мы доверяем Тебе всецело и полностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас хотел бы обратиться к людям, которые пришли сегодня в первый раз на подобное служение. Может быть, вы не в первый раз, но вы никогда еще не произносили молитву покаяния. можно увидеть вашу руку на том месте, на котором вы находитесь. Слава Богу, мы видим вас. Слава Богу. Знаете, самое важное решение в жизни это сделать шаг навстречу Богу. Оно самое смелое, но оно самое важное. Я хотел бы попросить сегодня, чтобы вы вместе со мной повторили эту молитву. Просто закройте свои глаза на том месте, на котором вы есть и повторите со мной эти слова. Господь, Отец, я прихожу к тебе такой, какой есть. И я прошу, прости меня мои грехи, мои беззакония. Я открываю сегодня свое сердце перед тобою и приглашаю тебя в него. Будь моим Господом, будь моим Спасителем, доверяю тебе мою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие те, кто покаялись, мы вас поздравляем. Давайте мы аплодисментами поддержим тех, кто покаялся сегодня. И я хотел бы пригласить вас сразу после служения, чтобы вы могли подойти сюда, вперед. Здесь будут стоять наши пастора, они хотят познакомиться поближе с вами, вручить вам подарки. Пусть Бог благословит вас.